Приветствую вас. И если подобная ситуация с родителями у вас достаточно серьезна, то вы можете просто сказать своему молодому человеку о том, что они либо очень своеобразные люди, и вам не хотелось бы, чтобы молодой человек их, например, видел, видел, да. Либо вы можете своему молодому человеку просто-напросто про эту тему вообще ничего не говорить. То есть свечи себя как обычно и все. Если он спросит про родителей, можно сказать, что они уехали или что они живут далеко и так далее. Конечно, все это актуально для вас только при том условии, если вы действительно вот не хотите ему об этом говорить. Да, получается, что вы его обманываете. Обманываете своего молодого человека и обманываете уже относительно долго, в течение вот продолжительного количества времени. Я надеюсь, вы отдаете себе отсчет в этом, отдаете себе отсчет в том, что это не есть хорошо, потому что все-таки молодой человек, как ваш мужчина, и поскольку вы уже долго с ним встречаетесь, то, я думаю, будущий муж достоин того, чтобы сказать про правду. Кроме того, правда, она ведь никуда не денется, к сожалению, если вы ему, ну, ее не скажете. Правда или поздно, молодой человек все равно высадит о ситуации с вашими родителями. И лучше будет, если он высадит от вас, а не от кого-то еще. И я понимаю, вам не хочется говорить, я понимаю, что вам неприятно, но слишком большой риск того, что молодой человек вообще об этом узнает. А у нас обидится на вас. Обидится за то, что вы ему не доверяете. Обидится за то, что вы не рассказали ему самого главного, для вас, по крайней мере, важного, и, получается, возили его за нас. Доверие из-за этого может к вам пропасть. И, дабы этого не произошло, я бы очень рекомендовал вам рассказать ему все-таки правду. Вот просто все как есть. Он единственный, кто об этом будет знать. И вы обязательно попросите его, чтобы он, ну, никак никогда никому ничего не говорил. Если молодой человек вас уважает, если молодой человек действительно осознает важность того, что вы его просите, то он пойдет на навстречу и не будет никому рассказывать, а сам не будет простительно познакомиться с вашими родителями. Конечно, решать вам. Обошлите выбор, выбор у вас такой. Либо вы выбираете путь обманах и придумываете всякие истории для того, чтобы скрыть правду. Это ваше право, и тут, как бы, вариантов немного. Либо вы говорите ему все как есть, ибо это не преступление, ибо это не ваша, тем более, вина, и вы ничего с этим не могли и не можете поделать. Другое дело, что молодой человек у вас, простите за такое, может быть, не очень приятное выражение, но молодой человек у вас может и исчезнуть. То есть он может уйти, ему придет другой кто-то, а вы останетесь. И останется ваше неприятие родителей. То есть ваше снижение их. И я, конечно, понимаю, почему оно имеет место быть. Я понимаю, почему вы чувствуете то, что чувствуете. Но я думаю, что неприятие родителей может негативно влиять и на вас сам. А от родителей никуда не деться. Какими бы они ни были, они частью вашей жизни. Как бы вы ни хотели от них отдалиться, они все равно частичку вас. И они все равно для вас самые близкие люди. Поэтому до тех пор, пока вы не принимаете их такими, какие они есть, конечно же, с определенными там оговорками, конечно, с определенными там нюансами и так далее. Но все равно, когда вы их не принимаете, будут проблемы, какого плана у вас. И я не думаю, что вы хотели бы, чтобы так было. Так что подумайте, как лучше поступить и выберите тот вариант, который вам все же по душе. И вот в зависимости от того, какой вариант вам ближе, тот и нужно выбирать. А советовать, я думаю, вам не будет никто, ибо неправильно в данном случае советовать, как поступать. Вы выберите сам. Это требуется проработать детско-родительские отношения, чтобы вы лучше своих родителей поняли. Чтобы вы лучше понимали их, чтобы вы лучше понимали свое место в их жизни, и самих, может быть. В этом можно помочь вам на персональной личной консультации. Вам для этого нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним на эту тему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!